Жилые дома, школы, больницы, объекты критической инфраструктуры или повреждены или полностью разрушены в результате ожесточённых боевых действий. В таких реалиях сейчас живут тысячи украинцев. Десятки населённых пунктов оказались на грани гуманитарной катастрофы. Попадание с возгоранием в дом и дом полностью разбомбило. Я его столько долго строила, так тяжело строила. Теперь моей семье негде жить. Миллионы украинских семей в результате полномасштабного вторжения России потеряли свои дома и вынуждены были уехать или остаться там, где после деоккупации разрушены все медицинские социальные учреждения. Чтобы их поддержать, все 27 стран Европейского Союза, а также Норвегия, Турция и Северная Македония сразу начали отправлять в Украину гуманитарную помощь. За пять месяцев через логистические узлы, которые создали в Польше, Румынии и Словакии, доставили более 60 тысяч тонн товаров первой необходимости и продуктов. У людей, которые вынуждены были бежать, возникало много проблем с одеждой, едой, лекарствами, перевязочными материалами. Многим негде было спать, поэтому мы посылали матрасы, предметы гигиены, много разного. Чтобы помочь украинским медикам справиться с нагрузкой, более тысячи украинцев с тяжелыми ранениями приняли в европейских больницах для оказания специализированной медицинской помощи. Многие жертвы войны нуждаются в протезировании и реабилитации. Я услышала сильнейшие истории от людей, получившие ранения. Я поздравляю команду реабилитационного центра с отличной работой. ЕС будет твердо поддерживать Украину. Стелла Кириакидес. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов. В Твиттер. С 21 февраля после признания России самоназванных ЛНР и ДНР Евросоюз ввел против страны-агрессора семь пакетов санкций. Они включают в себя масштабные ограничения финансовой системы России, деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей экономики, закрытие воздушного пространства и морских портов, персональные санкции против руководства России, крупнейших предпринимателей и в некоторых случаях членов их семей. Столкнувшись с вторжением в Украину, мы перешли от обсуждения к непосредственным действиям, показывая, что на провокации Европа способна ответить. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, экономические санкции и поддержка Украины являются основой этого ответа. И наши санкции начинают иметь эффект, который будет только усиливаться в ближайшие месяцы. Жозеп Боррель – верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в личном блоге. Ряд европейских стран уже поддержали инициативу президента Украины Владимира Зеленского о прекращении выдачи туристических виз россиянам. С 18 августа в Эстонии вступил в силу запрет на пересечение границы россиянами, у которых на руках есть шенгенские визы, выданные Таллином. Когда эти люди едут к Брандербургским воротам, люди гибнут под бомбами Российской Федерации. И власти Российской Федерации используют деньги налогов, которые платят эти люди, совершающие свои туристические поездки в Европу. Так что пускать людей в одну страну или Европу – это не право человека. А во-вторых, мы должны признать, что и российское общество в массе своей тоже несет пассивную моральную ответственность за эти зверства, которые происходят на украинской земле. К визовому бану россиян уже присоединились Литва, Латвия и Чехия. Поддержать его в ближайшее время планируют Польша, Дания и Финляндия.